Сегодня, 8 февраля, отмечают День российской науки. Именно в этот день, в 1724 году, указом правительствующего Сената по распоряжению Петра I, в России была основана Академия наук. Праздник отмечают не случайно. Россия за несколько столетий открыла и подарила всему миру массу великих имен, которые внесли в мировую науку неоценимый вклад. В этот день во многих учебных заведениях, начиная от начальной школы и заканчивая вузами, проходят классные часы, открытые уроки, научные конференции и круглые столы. Не остался в стороне и заполярный округ. В Ненецком аграрно-экономическом техникуме состоялась научно-практическая конференция. Какие открытия на ней сделали студенты, узнала Любовь Пермякова. Прокаливаем бактериальную петлю, берем саму культуру, открываем обязательно мизинцем и над петлей, чтобы не разлетелись микроорганизмы. Помещаем бактериальную петлю в культуру, ее немножко набираем. Иван Конарев, будущий ветеринар, а ныне студент аграрно-экономического техникума, проводит микроскопический метод исследования. Это способ поиска и определения биологических микроорганизмов у животных путем их окрашивания. Нам надо узнать просто форму и именно по окрасу, какой определяется возбудитель. Он либо грамма отрицательный, либо грамма положительный, чтобы в дальнейшем можно было вывести оставшуюся культуру, чистую культуру вывести, чтобы можно было идентифицировать, какой именно был возбудитель. Сохраняя свой цвет в результате опыта так называемые грамма положительные бактерии. Это бактерии золотистого стафилокока, которые вызывают много инфекций у человека и животных. Занимательная микробиология – лишь одна из многочисленных площадок, организованных в рамках Дня науки. Следующая посвящена гигиене домашних животных. На моделях красавицы Амели, что в переводе означает «черный бриллиант» и породистом померанском шпице Анджела, показывает, как правильно делать собачий педикюр, обрабатывать уши и делать другие важные процедуры четвероногим. Вот я недавно животное себе завел собаку. Вот не знаю, как за ней ухаживать. Собака ручная на улицу вводить тоже. В ногти надо подстригать, как щить. Вот здесь все очень хорошо, понятно, объясняют. Я вот приду домой, буду со своей собачкой так делать. Научный подход важен и в приготовлении пищи. Рациональное и здоровое питание – то, что особенно важно в современном мире. Секретами не только вкусной, но и полезной пищи с участниками мастер-класса делится преподаватель техникума Ксения Борисенко. Сегодня у нас мастер-класс по приготовлению теплого салата с олениной. Оленина – это как бы исконный наш продукт, который мы везде используем в пищу. Но не все знают, что можно с этого продукта готовить очень-очень хорошие салаты, интересные. Теплый салат – это такое новшество в кулинарии. Готовим теплый салат, используя такие продукты, как салат айсберг, оленину, вырезку желательно брать, помидоры. Можно использовать орехи, чернослив, зелень и растительную заправку. Такой салат, по словам Ксении Владимировны, содержит много клетчатки и витаминов, а значит, очень полезен. Кстати, для поддержания здоровья в рамках конференции был организован еще один мастер-класс. На нем студенты осваивали азы йоги. Спокойствие сейчас, все в хорошем тоже, что сейчас говорит Настя. Я чувствую себя напряженно, но стараюсь думать о хорошем. С каждым годом интерес к научно-практической конференции растет. Если в прошлом году в ней приняли участие около ста человек, то в этом уже более ста двадцати. В конференцию участвуют, как вы слышали, кандидаты, значит, исторических, педагогических наук. Также это представители у нас различных образовательных организаций, это обязательно у нас студенты. Ну и, соответственно, значит, все желающие, кто мог заявиться, делать свои какие-то открытия. Открытий сделали много. Ведь помимо мастер-классов и пленарного заседания работали несколько секций по истории, краеведению, педагогике, психологии, экономике, экологии и другие. Все они пользовались популярностью, а это значит, цель конференции развития исследовательских навыков, расширения кругозора, знакомства с лучшими научными открытиями достигнута.